Здравствуйте, дорогие друзья! Вы знаете, когда жизнь бежит, когда все меняется, там, каждое утро встал, проснулся, поехал, покушал, лег спать, опять проснулся, работая, все это как заводной, как будто нас завели и мы бежим. В этот момент никто ничего особо не видит и в жизни глубоко так не разбирается. И только когда возникает какая-то пауза, какая-то остановка, когда сверху нас заставляют остановиться и задуматься, вот тут возникает момент, когда можно разобраться, иначе мы можем заблудиться и окажется, что всю жизнь ты бежал с огромной скоростью, с хорошим результатом, но бежал не туда. Есть одна писательница, Рэчел Наоми Рэммонт, она в одной из книг рассказывает, когда она была маленькой, дедушка поделился с ней виноградным соком вечером перед шаббатом и сказал лыхаем тост за жизнь. Она спросила, а почему мы говорим за жизнь, вместо того, чтобы пожелать друг другу хорошей жизни. И она говорит, что ответ, который дал дедушка, стал им маяком, сопровождающий его всю жизнь. Он ответил и так, просто быть живым уже само по себе хорошо. И вот утренняя молитва, когда мы встаем, мы читаем первым делом после пробуждения, что мы говорим, спасибо, что я живой, если перевести по-простому, что я проснулся, потому что многие не проснулись. Это мы благодарим Бога за то, что Он вернул нам душу, еще один день дал. Это символизирует Его великую веру в нас, что Он верит, по крайней мере, что этот день мы еще можем справиться, что-то сделать. Он признает нас, Он уважает нас, дает нам жизнь, и за это мы должны быть Ему благодарны. Мудрецы говорили, может ли человек расстраиваться и пребывать в плохом настроении, когда Бог подарил ему такую удивительную, уникальную вещь, как жизнь. А мы, вместо того, чтобы ежесекундно радоваться, и быть все время в какой-то, даже если хотите, эйфории радостной, мы все время недовольны. Нам тут не додали, тут не досыпали, кто-то с нами не поздоровался. Есть еще одна проблема, наши планы не всегда совпадают с Его, это нас нервирует. Мы все строим планы, человек не может прожить жизнь без стратегии, цели, но крайне важно это делать с неизместным каким-то осознанием того, что именно всемогущие правят миром, а не мы. Существует божественный план, жизнь устроена так, что часто мы оказываемся не в той ситуации, которую планировали, а в той, которую планировал Он. Здесь тоже очень простой рецепт, надо оставить наши тщетные попытки, заставить Бога действовать по нашему вкусу и в соответствии с нашими планами. Человек должен прийти к пониманию того, что наши планы известны только Богу. И Он дирижер, и Он все знает, Его любовь, забота создают нам нашу жизнь, наши проблемы, с которыми мы сталкиваемся. Потому что Он направляет нас в неожиданных иногда направлениях, по менее известным дорогам. Вот представьте, что в мире звучит такой небесный голос и говорит, доверься мне, только я, твой создатель, знаю, что в конечном счете в твоих интересах. Так что предоставь это мне, может быть тебе сегодня не нравится, тебе кажется что-то не так, что-то больно, я знаю лучше, что надо делать. Просто пристегни ремни вот в этой дороге жизни и наслаждайся поездкой. Или страдает выбор за тобой. Потому что жизнь это комплексный набор. Нам следует понять, что мир окружающий нас не темный лес, а сад. И не просто сад, а сад доставляющий красоту самому Богу. Вот рассказывал нам кто? Любавический ребер. Он сказал, что он полон чудесных плодов, ароматов и места, где Бог желает нам всего самого лучшего. Но мы должны пробиться сквозь шипы, сквозь скорлупу, сквозь шелуху, чтобы открыть плод. Надо вдуматься, человек наоборот, он полон расстройств. Представьте себе иначе, человек выиграл огромную сумму, десятки миллионов в лотерею. В ту же минуту, когда он узнал, что он выиграл, он взял и разбил какую-то вещь стоимостью тысячу долларов. Обычно он бы расстроился, но сейчас нет, потому что перед ним совершенно другая победа. Так и здесь. Даже если в жизни что-то происходит, не всегда положительное. Надо помнить, что у нас огромный выигрыш. Мы дышим, живем, существуем. У нас есть жизнь. Этот выигрыш сегодня равен всему остальному. Написано, что когда человек привыкает благодарить Бога за все хорошее, что тот ему дает, он становится как бы радостным. Причина очень простая. Вот путь дурного побуждения преуменьшает важность и величину всего того, что у нас есть. И увеличивает то, что у нас не хватает. Вот малое, что у нас нет, должно быть великим и важным в наших глазах. Тем самым он приводит нас к тому, что человек перестает радоваться жизни. Он перестает видеть то, что у него есть. Потому что да, тут не то, да, тут не так. Представьте себе фотографа, который стоит напротив какой-то огромной стены. Изумительной красоты, я уже рассказывал это. Которая раскрашена разными цветами. И только в одном углу есть черная точечка. Если фотограф направит свой объектив на эту стенку, все увидит, насколько она красива. А если сфокусироваться только на темность вот этой маленькой точечки, все будут думать, что она полностью черная. Именно это делает дурное побуждение. Забирает у человека радость жизни. И преувеличивает в его глазах то, что ему не хватает. И заставляет его забыть то многое, что у него есть. И самое главное, что говорят каббалисты. И то, что надо помнить нам. Если жизнь не ценят, она уходит. Давайте держаться за жизнь, радоваться, улыбаться. Брахава и от слуха. Спасибо. Спасибо.